добрый день друзья сегодня будет видео про лестницу мою есть аналогичная лестница в деревянном доме учитывая ошибки которые были при проектировании при изготовлении лестнице допущены я подошел к выбору конфигурации самого первых лестницы ну и к креплению относительно стен дома так как дом деревянное все время движется совершенно по-другому то есть использовал другой подход никаких саморезов стены но тем не менее дом живет лестницу тоже приходится немножко корректировать вначале пару слов о конфигурации в другом доме лестница расположена зеркально вот в итоге чуть получаем кухонная зона сокращается холодильник стоит там возле окна то есть как ну вообще не подойти свободного пространства становится меньше исходя из этого я решил отзеркалить ее немножко неудобно в плане того что вот в подвальное помещение вот за это первую ступенью первым рядом идет люк он там он виден небольшой там осталось тоже сделать свою лестницу то есть люк приподнимается полный рост естественно не встанешь но какие-то небольшие задачки сделать там вытащить положить продукт какие-то без проблем основные ошибки которые были допущены заказывал слепую конструктив не видел хотя надо было все произвести все расчеты самому самостоятельно смотрите как расположен ряд ступеней то есть все ступени у меня на коса урок держится слишком узкое пространство получилось на мой взгляд потому что все разнесено то есть есть расстояние между вторым и первым рядом коса урок я бы сделал все в один ряд то есть увеличив ширину проема вот этого несущего сделал бы опоры коса урок вот на эти вот стойки квадратные и соответственно балясину центрально нужно было делать повыше тот же столер который делал мне кровати я говорил про ошибки которые он допускал то есть у него крепит крепление все на глаз было сделано то есть он даже не сверял насколько сходится внизу коса урок с тем расстоянием который образуется у нас вверху то есть я этого заставлял промерять все участки потому что ну все это потом выглядеть будет косо криво ну и вот эти вот уже балясина которую он крепил к ступеням тоже отступы никак не хотел проверять рулетка и вот на втором ряду они разнесены в разные стороны я вот сейчас могу показать как тут балясина к примеру закреплены видите торцы свободную то есть он их вынес сюда не по центру просверлил отверстие скорее всего пересажу на нагеля уж том как крепить вообще лестницу в деревянном доме не секретная она все знают что дом садится то есть если жестко зафиксировать все проемы пролета всех весь конструктив к стенам то все это будет ломаться сгибаться тянуться и гнуться то есть я показал уже насколько изогнулась в другом доме вот эти вот подступенники на промежуточном уровне то есть там перепад составляет 5 сантиметров часть вот этих вот стен справа затягивает их внутрь свободная часть остается наверху то есть есть достаточно большой риск того что все это порвется временем у меня косауры опираются в основном на щиты то есть вся конструкция основная установлена на 6 стойках опорных стойки прикручены через шпильки пол пол фанерный старался конструктивно угадывать те места которые заходят под фанеры в сами балки опорно на готов на которых собственно держится весь пол в этом месте тоже установлены шпильки чтобы зафиксировать нижнюю часть косауров оставлен зазор в ламинате насчет ламината все никак не сделаю видео по укладке вообще по эксплуатации ламината в деревянном доме вот у меня здесь достаточно длинный пролет порядка десяти метров вот этот зазор никак не меняется уже два года то есть как был он такие и остался и никаких деформаций сдвигов ламината и выпучивание не происходит сам материал из которого изготовлены лестницы клееная береза есть цель на ламельные куски на опорных балках они склеены срочные значит минусы при установке лестницы использовали какой-то чудо американский герметик хотя категорически был против все скрипит но мне говорят что дерево всегда будет скрипеть на самом деле достаточно было использовать какую-то ложку из-под ламината подложить аккуратно вырезать ее под ступени и никакого бы скрипа не было если все это хорошо стянуть выточено все но токарном под копир все балясины покрашена все немецкой системой селигнул то есть это морилка плюс лак два слоя лак достаточно износостойки вот по качеству все хорошо но есть у него один момент он очень скользкий то есть если в каких-то шестяных носках будет спускаться быстро быстро какие-то делал можно скатиться вот полностью на попе до конца до пола при второй ряд кассауров из-за того что происходит усадка они у меня никак не закреплены вот здесь в этом месте опираются на балку балку мне пришлось самого наращивать опять врезать глухую стенку потому что то что делали меня застройщики то есть у меня балка заканчивалась примерно он здесь дверной пролет мне начинается как раз с этого момента вот и здесь такой момент возникает дом садится то есть верхний этаж усаживается свободно лежащие кассауры вот эти вот они тоже скользят вот и я еще так предполагаю что балка немного усохла в размерах ее чуть-чуть туда правее сдвину по этому зазору можно понять ведь еще . наклон такая появилась что будем сейчас делать значит сейчас я левый ряд поручни там наверху видно я уже освободил снял потому что они начали давить на верхнюю балясину сейчас надо правый поручень снять освободить полностью кассауры от зажатия выровнять их скорее всего придется какие-то фанерные проставки вот в эти промежутки вставить ну теперь переместимся на второй этаж вот пожалуйста скрип про которые говорю не используйте никаких герметиков значит насколько аккуратно были врезаны промежуточным то эти балясины отступ смотрите насколько вот без рулетки д на глаз сантиметр практически то есть они не по центру идут и завалены туда вправо здесь тоже никакого крепления нету к стене особо тщательно и обращал внимание на то чтобы не терлась все это то есть единственная зона у меня трение с конструкцией лестницы и бревном вот в этом месте но она является одновременно опоры чтобы вся эта конструкция не уезжала при подъеме по второму маршу лестнице назад значит что происходило здесь коротко опишу так как пор очень уже снят дом садится длина поручни не меняется он начинает толкать вот опорным балясину внутрь туда вот поэтому его придется где-то на полтора на два сантиметра подрезать тоже ситуация с этой частью то есть сейчас он зафиксирован из-за этого я не могу корректировать вот этот вот верхний ряд ксауров в этом месте небольшое есть прилегание но тем не менее никакого трения заломов вырывания деревяшек не происходит освободил я второй ряд ксауров пусть они в принципе от руки уже двигаются то есть если чуть ниже спустит надавить его движение пошло со скрипом значит мне нужно сейчас подогнать их вплотную здесь вот этот зазор убрать что происходит при усадке смотрите вот вся в лицо который было мой долго два года назад сделано два сантиметра вниз уползла то есть и подступение видно на белую щель ты все ползет вниз а лестница остается на той же высоте получается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крепится к балке Изнутри поставил уголки Для того, чтобы вся эта конструкция не ходила поперек прихождения туда-сюда Ну и вывелась ступень в ноль практически с ламинатом Смотрите, какая щель тут Полтора сантиметра проставки Вот сейчас будем разбираться с порочными Потому что балясину хорошенько так погнуло Ее надо дотянуть снизу Открыть все эти пуговицы Стянуть полностью и подогнать опять под размер Теперь несколько слов про элементы Это ступени балясина, опорные столбы Как они все крепятся Этот вот нижний марш лестничный Он закреплен с этой стороны на саморезы С заглушками Заглушки стоят нормально То есть все потает С этой стороны скрытый крепеж То есть просверлил отверстие под шпильку С технического Вот так вот она выглядит, всем известно Вот, значит, закручивается она сюда Я вот сейчас шпильки новые купил По длине 9 сантиметров Потому что короткие, но слишком Ну, резьба здесь, сами понимаете Какая в дереве образуется Мягко они болтаются И соседняя точка Это уже крепление самой ступени Высота ступеней 19 сантиметров Опорные столбы крепятся Вот таким вот образом То есть та же сантехническая шпилька А вот там она видна И прижимаются уже шайбы с гайкой Что важно знать при сверлении вот таких отверстий Соблюдайте соосность Используйте какие-нибудь адаптеры Потому что, к примеру, вот сверла Где-то на 2 градуса Вот на таких высотах вам даст 3-2 сантиметра Тут поручень правой установили Значит, все равно придется Здесь скользящую систему не поставил я Потому что опорный столб у нас крепится К балке непосредственно Лучшим решением, наверное, будет все-таки Закрепить Сейчас уже метаться поздно Его на вот этой крайней ступени Получится система независимая То есть этот ряд поручней Который идет, упирается в обсадную коробку Будет сам по себе И здесь столбик уже будет независимый Никак не связан с ним Сейчас будем устанавливать Вот этот вот опорный столбик Отверстие у него профрезеровано Я его поставлю вот таким вот образом То есть отверстиями к боковине обсады Профрезерую вот здесь паз 2-3 мм для уголка Уголок уже будем крепить Вот этой боковине Для этого мне сначала придется снять полностью обсадную коробку Смонтировать опорный столбик Установить полностью поручни И потом уже устанавливать саму коробку Крепить уголок с выступом Здесь совсем небольшой запас есть Прям минимальный, я бы сказал Вот и потом уже установим наличник Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Осталось закрепить нам вот этот поручень Здесь установщик не нашел способа лучше Просто просверлив отверстие такого плана Закрутить наискосок саморезы Вот он виден вход Топорно конечно сделано Что я буду делать? Я скорее всего шпильки закручу Потому что можно было бы конечно на стяжки посадить На такого плана Но ни короткая, ни длинная стяжки Они не входят Вот в это отверстие не попадая То есть отвертка Я мало того, что не смогу затолкать Вот этот барашек Отвертка не пролезет Плюс в этом месте просверлено опять отверстие Через которое закреплена уже вот эта вот часть поручня И если я буду под дюбель стяжку Просверливать отверстие крупнее То есть у меня войдет он практически впритык И может здесь выломать кусок деревяшки Поэтому опять будем использовать стяжку Вот такого вот плана Вот она То есть я сделаю здесь отверстие по центру Засверлюсь туда Затяну шпильку Вот этой резьбовой частью Под дерево И уже через низ Обточенным ключом рожковым Будем затягивать гайку с шайбы И в поручнево от ветки Здесь тоже придется сейчас выровнять через шаблон отверстия Потому что все криво засверлено Как всегда То есть вот так вот все Не соосно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как закрывать вот эти вот отверстия в опорных столбах Снизу-сверху, снизу-сверху, снизу у нас покрупнее пуговица, значит, изначально они были посажены на герметик. Как только вы начнете выковыривать вот эту часть, она у вас обязательно расколется, вот как у меня. Потому что герметик выступает в роли клея, я сажаю, ну, уже все, что вот отковырял, на двухсторонний скотч акриловый. То есть берем кусочек скотча, вот таким вот образом наклеиваем, обрезаем все это хозяйство. Вот такой вот клейки, этого, в принципе, достаточно, чтобы все это хозяйство у нас приклеилось. Ну и потом легче будет отодрать. Все, она уже не вывалится сама. Можно вот так прокрутить по окружности. На этом вся работа закончена. Основной лейтмотив не привязываться к стенам. Я надеюсь, всем хорошо понятен. Я уже показывал неоднократно, что происходит при усадке с различными конструкциями. Надеюсь, вы это учтете в своих работах. Удачи вам в ремонте. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.